Девочки, вам стоянка, что уголы мы не давали? Я уже встречаю. Ну, хорошо, молодец. Анастасия Юртова в день по несколько раз обходит все стойки регистрации и выхода на посадку. Оформление пассажиров и багажа – процесс ответственный. Именно в этом направлении за последнее время произошли большие изменения. Изменилась процедура регистрации пассажиров, процедура посадки. Только в лучшую сторону. Безусловно, в лучшую сторону, особенно для пассажиров. Я думаю, пассажиры довольны введенными изменениями. В Международном аэропорту Уфа активно внедряется и система самостоятельной регистрации пассажиров, что должно сказаться на сокращении очередей к традиционным стойкам. Так уже установлены вот такие терминалы для мобильной регистрации. Достаточно зайти на сайт авиакомпании, выбрать интересующий рейс, получить вот такой специальный кваркод, затем поднести его к терминалу и получить посадочный билет. Либо же воспользоваться такими стойками самостоятельной регистрации. Здесь тоже все просто. Выбираем интересующую авиакомпанию, вводим персональные данные и точно так же получаем посадочный билет без лишних очередей. Изменилась и инфраструктура аэровокзала. Здесь учтены интересы всех категорий населения. И пожилых, и мам с маленькими детьми, и людей с ограниченными возможностями здоровья. Меня очень сильно устраивают вот эти вот, как я думаю для пожилых людей, вот эти вот эскалаторы. Правильно же, да? Всегда они в работе, без всяких этих нарушений. Сервис питания очень хороший. Удобные залы ожиданий для рейсов. О том, что пассажирам комфортно в Уфимскому аэропорту, говорят результаты голосования. Оно проходило в рамках престижного национального конкурса «Воздушные ворота России». По его итогам, Международный аэропорт Уфа занял первое место, оставив далеко позади конкурентов из Самары, Екатеринбурга и Новосибирска. Для нас присутствие и победа в рейтинге является знаком оценки нашей работы. Оценки и гордости, как за предприятие, так и за всю республику в целом. Уфимский аэропорт признали лучшим не только пассажиры, но и авиаперевозчики. Во время подготовки к международным саммитам была модернизирована взлетно-посадочная полоса, улучшена система по обслуживанию самолетов, а также построен новый международный терминал. Именно во время его открытия глава республики отметил, что реконструкция будет проведена и в терминале внутренних линий. Очень хорошо, что мы приняли решение о продолжении модернизации нашего аэропорта и приступаем буквально с этого года к проектированию, а со следующего года к строительству терминала внутренних воздушных линий, которые позволят увеличить суммарную пропускную способность нашего аэропорта до примерно 2-2,5 тысяч пассажиров в час. Этого за дело хватит лет на, надеюсь, на 10-15. Это хорошая перспективная работа. Планируется, что после реконструкции аэропорт Уфа превратится в крупный авиационный хаб, аналогов которому на Южном Урале и в Поволжье не будет. Андрей Савельев, Слават Валеев. Вести. Башкортостан.